Добрый день! Мы сегодня снимаем блог на глобальную тему, сможет сказать, что тема всей Торы. И это тема качества, которое всем известно как мера за меру. Известно, что на небесах Всевышний отмеряет человеку мера за меру. Что имеется ввиду? Ну, проведем несколько примеров. Египтяне бросали еврейских детей в Нил. Нил превратился в кровь. То есть, вот Нил был источником их жизни, он стал источником их смерти, и та вода, которая была чистая, стала кровью. Или, например, фараон купался в крови младенцев, которых он зарезал. Когда ему нужно было спуститься в Нил для того, чтобы искупаться, знаете, фараон утверждал, что он божок, и ему не нужно ходить в туалет. А как же он ходил в туалет? Азон ходил в Нил. Каждое утро он спускался в Нил, и в Нил к нему поднимался. На самом деле, там он ходил по нужде. И когда Нил превратился в кровь, то это была одна из основных проблем фараона. Он должен был начать раскрывать свою человеческую сущность в каким-то образом. Это была одна. Это Раблицик Зильбер нам рассказывал. Но это вкратце не имеет особого отношения к нашей сегодняшней теме. Так вот, фараон купался в крови, из-за этого весь Нил превратился в кровь, и он не смог больше заходить в эту кровь. Так она была противна. Или, например, египтяне поднимали евреев на работу затемно и возвращали их домой затемно, и поэтому у них было вот это вот наказание темнотой. Они убивали еврейских детей, их дети тоже погибли в качестве, в последней казни. То есть, вот это вот, как называется, качество мера за меру. Например, еще один пример. Аман хотел повесить Мордыхая на высоком дереве, чтобы видеть его труп, болтающийся в петле. И также на этом же дереве повесили Амана. Так, как он планировал, так же и с ними произошло. То есть, Всевышний наказывает, или ведет себя человеком, не только наказывает, ведет себя человеком мера за меру. И более того, когда человек что-то у него болит, то, как правило, физический орган, который, не дай Бог, болит у человека, это проекция какого-то духовного органа, который болит у человека. То есть, человеку не хватает чего-то в его духовном развитии, и у него есть какие-то проблемы с духовностью. И как проекция из этого у него болит тот орган, который, так сказать, ответственный, который связан с этим органом этой части души. Это тоже, как бы, тоже качество мера за меру. Всевышний так разговаривает, так пытается, да, человеку понять. Но в наше время это очень сложно. У нас так мало, мало, мало информации. И мы до такой степени, степени свободы в размышлениях, они до такой степени большие. И что-то очень сложно заметить, проследить вот эти связи. И на самом деле, вот, был человек, которого мы видели, я лично был на его уроке 10 лет назад, в котором мы вот эту связь мера за меру мы могли видеть в хорошем ключе, очень хорошо, очень четко. Я вам расскажу две истории, которые произошли с человеком, с похорон которого мы снимали репортаж. И вот он здесь у нас проигрывается, да, репортаж с похорон Раввознера. Я расскажу вам две истории. Значит, первая история. Молодой ученик, молодой ученик Ешивы, Шмуль Вознер, учил интересную тему в Талмуде, очень увлекся, она его захватила. Но в Ешиве, в Люблине, в которой он учился, было такое правило, в определенное время выключали свет для того, чтобы мальчики и мужчины, которые там учились, отдохнули. Для того, чтобы создать для них условия необходимого отдыха. Так они... Но он до такой степени был погружен, ему было так важно это закончить, что он не мог, и он полез там через какой-то забор к фонарю, да, для того, чтобы сесть на каком-то заборе и поучить эту... Через высокий, достаточно, забор, залез на него, для того, чтобы сесть где-то под фонарь, который где-то на улице, который висел, и он для того, чтобы закончить. И его преподаватель Равмейр Шапиро, великий человек, который был бездетным, и Равшмуль Вознер, я слышал его речь, он говорил, что как бы вот это Ешива, которое я здесь основал, это как бы дети Равмейра, и вот это изучение листа Талмуда ежедневного, ежедневного, это тоже дети Равмейра. Так вот, Равмейр его увидел и сказал, мальчик мой, что ты здесь делаешь? Он сказал, ну, я, Рэбби, я просто, я извиняюсь, я просижу прощения, я так испугался вас, я не мог, не мог не закончить этого. Говорит, я так любишь Тору, так заслугу того, что ты не побоялся залезть там на это дерево, на этот забор, который был опасно. Дай Бог, чтобы тебя никогда-то не хромал, у тебя никогда не было опасности упасть, разбиться, так сказать, чтобы у тебя были всегда здоровые и крепкие кости. И за то, что ты полез под этот фонарь, так сказать, да, которым тоже учиться было под луну, под фонарем, так сказать, ночь, плохое освещение, чтобы у тебя никогда не нужны были очки, чтобы у тебя было всегда идеальное зрение. И Рапшмуэль, вот он, как бы, до старости, до 102 лет ему не нужны были очки. И он всегда ходил с ровной осанкой и всегда был здоров. Как бы, в принципе, вот в плане здоровья, вот такого, как бы, какой-нибудь крепкий, я помню его урок в 92 года, когда ему было, я был поражен. Человек в 92 года давал урок, и ты чувствовал такие движения такого молодого, здорового, сильного мужчины, так сказать, который интересуется чем-то, которому что-то очень важно, что-то интересное. Вот он вот так себя вел, был просто поразительный, как в 92 года человек может быть так свеж. И еще одна история, которая, на самом деле, не про него, а про его маму. История поразительная. Роха Лешиф имела совершенно волшебный голос. Жила она в городе Вена, и ее голосе дошла история до венской оперы. Как, не знаю, но факт, что ее голосе дошла история до венской оперы. Ее пригласили туда пробоваться, и она была религиозная девочка. А религиозная девочка не может петь перед венской оперой мужчины, которые ее слушают, да, это нескромно. И она может петь перед своими детьми, перед мужем, перед родственниками, перед женской аудиторией. Но перед смешанной аудиторией, которая приходит в венскую оперу, она петь не может, это нескромно. И она отказалась. Ей предложили какой-то гонорар совершенно сумасшедший, она отказалась. И это произвело огромный фурор, так сказать, да, такая талантливая девочка отказалась из-за того, что она считает, что это нескромно, это против воли Всевышнего. И в Вену приехал знаменитый Хофицхайм, и отец Рохали зашел к нему на прием и сказал, что его фамилия Шиф. Хофицхайм сказал, ты какой-то родственник вот этой девочки, которая так осветила имя Творца, он сказал, да, это моя дочь. Передай ей, она была там, может быть, за дверью стояла, передай ей, что у нее родится сын, который осветит весь мир своей Торы. И так у нее родился Рашмой Леви, Вознер, и поразительная вещь, действительно, его слова Торы осветили весь мир. Вы подумайте так, если бы она стала оперной звездой, что такое оперная? Она, ее голос пробуждает, ее голос влияет на огромные расстояния, люди... Хофицхайм подарил ей то же самое. Сын осветил своим голосом своей Торы, голосом своей Торы, силой своей Торы, он подействовал на весь мир. Например, он считал, что Рашмой Леви, Вознер считал, что нельзя курить. Многие люди бросили курить из-за того, что Рашмой Леви считал, что нельзя курить. Действительно, это повлияло практически на всех. Ни одного человека, который мог бы сказать, что его Тора на него не повлияло. И это тоже качество мера за меру. Она осветила, и она отказалась, и она осветила Всевышнего. Всевышний дал ей Сына, который осветил своей Торы и весь мир.